нас отправили последних шесть человек нас было все когда вы приехали на позиции пошли наступления там потом мы только увидели что там и техника наша наша много подбитой техники много убитых людей наших ну и как бы до этого мы знали что более 50 человек уже числилась пропавшими без вести с нашего подразделения начали так продвигаться потом мы уже узнали что оказывается там половина населенного пункта больше отбита полком азов поэтому вообще было непонятно зачем нас туда закинули потом значит по мере продвижения мы штурмовали огневую точку после того как мы взяли эту огневую точку нам в плен попало три военнослужащих украинской армии после того как старший связался с командованием ему по рации было передано что с пленными возиться некогда пленных никого не брать и дали команду расстрелять что группа сделала после того как выполнили приказ и расстреляли пленных но после этого мы выдвинулись дальше через какое-то время мы попали под плотный минометный огонь и атаку фрилю дронов наша группа была вся уничтожена я остался один и поэтому не видел никакого другого способа сохранить себе жизнь как сдаться поэтому сдался а раньше ты слышал приказы что было где-то по радиостанции чтобы их не брать и расстреливать такой слышу это я слышал еще в нью-йорке в этом на первомайке было вот то есть ну это по рации именно по рации слышу вот я контуженный в подвале лежал вот я тогда нас отправили верблюдами нам надо по продукты занести и быка на позиции я сам лично слышал приказы когда говорили по рации говорят взяли троих обнулить взяли троих обнулить так же самое поступают со своими если какая-то группа не хочет дальше вперед идти значит выписывается красная карточка средом и следом идет другая группа которая заходит туда и если эта группа не пошла вперед их там же обнуляют